Всем привет! Добро пожаловать на канал о жизни и путешествиях в Швейцарии. Сегодня мы продолжаем наш путь по пути Святого Якова, номер 4, Якобсвек, через всю Швейцарию. Мы приехали в Шватценбокк, и, может быть, вы помните, в прошлый раз мы не зашли в местный замок, в местную крепость, поэтому мы решили зайти вот сегодня. Замок сейчас находится за мной, официальный путь Святого Якова, номер 4, здесь не проходит, но здесь проходит множество очень красивых панорамных маршрутов. Мне кажется, что вот сегодня воскресенье и всё закрыто, но посмотрим. И здесь совсем недалеко находится граница между кантоном Берн и кантоном Фрибур, куда мы сегодня, надеюсь, попадём. Смотрите, здесь прямо в замке есть указатели разных путей. Вот, здесь ещё есть шлосс кафе-бар, кафе-бар такой, но он, наверное, закрыт, потому что в воскресенье всё просто закрыто здесь. Давайте посмотрим. Да, закрыт, к сожалению, но сам замок, в принципе, открыт. Сюда даже вот подняться можно. Давайте поднимемся, попробуем посмотреть, что видно отсюда. Ну и что сказать, типичные, красивые швейцарские весенние пейзажи со снежными альпами и зелёными лугами. Красотища. Главное, ни одного человека здесь сейчас нет. Вот, красиво как. Сегодня у нас намечается особый маршрут, потому что мы прошли примерно две трети, может быть, чуть-чуть больше пути Святого Якова по Швейцарии. И если всё пойдёт хорошо, то мы сегодня преодолеем языковую границу Швейцарии. Сейчас мы всё ещё идём по немецкоязычной Швейцарии. А сегодняшняя цель, которая примерно 21 километр находится от нас, Фрибур, это уже французская, французскоговорящая Швейцария. Я почему-то очень долго ждала этот момент. Мне кажется, что это особый момент в нашем пешеходном пути по этой стране. Сегодня замечательная погода, поэтому я думаю, что будет классный поход. Набирайте себе чай, кофе, капучино, пирожные, пирожки или что вы там пьёте с чаем и оставайтесь с нами. Уже, конечно, ощущается вовсю весна. Птички поют, вон уже цветочки цветут, кустики цветут, луга такие зелёные-зелёные. Но, как обычно в Швейцарии, вдалеке-вдалеке со всех сторон ещё виднеется белые верхушки гор. Красиво очень. И маршрут здесь, кстати, сегодня приятный. Здесь мало будет подъёмов и спусков, несмотря на то, что маршрут довольно длинный. Мы уже прямо распознаём на пути вот эти военные бункеры. Причём здесь такой какой-то большой солидный бункер. Вот это вот явно какой-то либо вход, либо вентиляционная шахта. И они вон там по всему холму, аж вот туда в самую-самую даль уходят. То есть вот в этом холме везде-везде находятся какие-то военные бункеры. Вот она такая Швейцария. Всегда готова. Сейчас мы переходим через речку Сензе. Здесь мы перешли по пешеходному старому деревянному мостику, который раньше служил также достаточно недавно машинным мостиком тоже. Здесь ездили машины, смотрите, здесь так интересно. И здесь прямо по дереву закатан слой асфальта. И здесь же по речке Сензе проходит граница между кантоном Берн и Фрайбург. Или Фрибург на французском. Берн — это нескаязычный кантон, а Фрайбург, Фрибург — это уже двуязычный кантон. Вот она, Сензе, вот так выглядит речушка. И в самом городе Фрайбург, Фрибург в основном уже разговаривают на французском языке. Но примерно 20% населения разговаривает на немецком языке. Но, насколько я помню, здесь в ближайших деревнях и на границе все еще разговаривают на немецком. И только уже непосредственно перед входом в город Фрайбург все переключаются на французский язык. Поэтому Решти Грабен знаменитый мы еще не прошли. Мы поднимаемся вверх, и дорога прямо по холму, по лесу выложена старой-престарой брусчаткой. Явно здесь этот путь действительно испокон веков. Потому что все современные дороги, конечно, обходят вокруг этот холм. А старая дорога идет по холму вперед. А вот здесь мы все гадаем. Это высекли камень, чтобы проложить вот эту дорогу, камень. Но либо же здесь он так и был. Мне кажется, что высекли. Вот. Пишите свои версии, как вы думаете, в комментариях. Может, вы знаете. Мы сейчас в деревушке Сан-Антони, или Антони, не знаю. Здесь мы немножко перекусили, отдохнули. Здесь нужно половина нашего сегодняшнего пути. И, наверное, зайдем вот в эту церковь, посмотрим. Она здесь на пути святого Якова, значит, должна быть достаточно древняя. Закрыто, да? Может быть, с этой стороны. Наверное, вход здесь. Все выглядит очень так современно облагорожено. Вот здесь даже для инвалидов есть съезд. Кстати, в церквях в Швейцарии всегда есть общественные туалеты. Поэтому, если вам нужно вдруг, то будете знать. Зайдн Тюэн Бенюцин. Со стороны говорят, что нужно использовать двери. Вот эти, наверное. Посмотрим. Может быть, здесь можно зайти. Да, здесь можно зайти. И заходим вот в такую вот церковь. Кстати, зацените, насколько хорошо эта камера в таком вот темном помещении снимает. И довольно хорошо фрески передает. Хотя нет, фрески все равно на камере выглядят хуже. Ну вот и следующая церковь у нас здесь по пути. Здесь вот такие вот еще маленькие капеллки. Красиво, кстати, здесь. Йохин, давай сначала сюда зайдем посмотрим. Мне кажется, что Якубс капелли Пильгерстемпль. Это как раз для паломников здесь. Капелла святого Якова. Вот такая вот совсем маленькая здесь капеллка. И было написано, что вот эта картина на потолке была нарисована в 18 веке в честь паломников, которые здесь, по легенде, шли еще в 11 веке нашей эры. А сейчас предлагаю зайти еще в саму церковь, город Катафас, где мы сейчас находимся. Это наша, кстати, последняя остановочка сегодня перед Фрибургом, до которого еще около 8 километров. Здесь, проходя по языковой границе Швейцарии, вспомнился фильм, который мы недавно посмотрели. Это комедия «Бонжур, ты чина». Если у вас есть возможность, он, по-моему, еще в кинотеатрах, до сих пор идет в Швейцарии, очень советую посмотреть. Это такая очень милая, добрая комедия. И сценарий приблизительно такой, что в Швейцарии прошел референдум, была инициатива за то, чтобы сделать эту страну одноязычной, наконец-то, чтобы побороть всю эту бюрократию, которая на четырех языках, и, наконец-то, сделать Швейцарию одноязычной. И вот так случайно получилось, что французского язычного населения пришло на референдум больше, и все проголосовали за то, чтобы одним языком в Швейцарии стал французский. Главный герой этого фильма — это полицейский из Тюриха, который сам толка французского не знает, но его отправляют в Тичино, в Тесин. Это итальяноязычный кантон Швейцарии, потому что там возникает большое народное восстание. Прям там вся мафия Тичино восстала и хочет отсоединиться от Швейцарии. В общем, комедия очень классная, очень милая, хэппи-энд. Всем очень советую. Мне кажется, она прекрасно описывает вот этот вот дух толерантности, именно языковой толерантности в Швейцарии. Ура! Мы прошли языковую границу. Это была первая женщина, вот эта в красной кофточке, которая прошла. Она первая сказала нам не «грысс», а «бонжур». Вот, поэтому мы официально перешли языковую границу. Да, рёшти-гравен преодолён. Преодолён. Рёшти-гравен — это такая метафора в Швейцарии. Гравен — это как ров, а рёшти — это картофельное такое блюдо, картофельный блин, который готовят обычно именно в немецкоязычной Швейцарии. И поэтому говорят, что ров — рёшти. То есть только по одну сторону рва якобы едят рёшти. Хотя это на самом деле неправда. Но такой метафорой обозначает именно вот эту языковую границу в Швейцарии между немецкой и франкоязычной Швейцарией. Интересно то, что эта граница не только языковая, но и культурная, и даже политическая. Очень часто какие-то референдумы, выборы именно по вот этой линии разделены. И Швейцария голосует совершенно по-разному. Но не секрет, что, например, Романди, это французская Швейцария, значительно более социальна. В ней выше налоги, но и выше какие-то социальные помощи, какие-то плюшки, которые может получать население. А немецкая язычная Швейцария, как правило, более консервативная и более либеральная. Только что вот я поняла, что немножко непонятно сказала. С экономической точки зрения Швейцария немецкая язычная как раз-таки либеральная, потому что там мало налогов и больше рыночной экономики, так сказать. А с политической точки зрения она более консервативная. Посмотрите, куда мы выходим. Мы уже на подходе в Фрибур. Очень красивый собор так виднеется сейчас на горизонте. Сейчас ближе покажу. И мы сейчас фактически спустимся в этот ров перед Фрибуром историческим, а потом обратно поднимемся наверх и там уже сверху сядем на поезд на вокзале. Вот этот исторический мост, который сейчас реставрируется. И красивенный-красивенный город Фрибур. Здесь подход во Фрайбург действительно такой. Смотрите, какая крепость, башни со всех сторон. И вот сейчас мы спускаемся фактически, чтобы потом снизу перейти на ту сторону неподступного города Фрайбурга. Так и называется Фрайбург. То есть свободная крепость, которую никто не смог завоевать. Вот мы зашли через исторические вернские ворота в город Фрайбург, в его исторический центр. Знаете, здесь на самом деле хочется все снимать, потому что здесь вокруг все такое старое, все такое интересное. Все названия улиц и на французском, и на немецком здесь есть. Но, наверное, подробный обзор по городу Фрибург я сниму в следующий раз, когда мы сюда приедем. И здесь уже будем начинать следующий этап нашего маршрута, потому что сейчас уже мы, в принципе, подустали. А вот и следующая преграда для потенциального врага Фрибура. Это мост, который здесь, кстати, именно в этой части города единственный. А вот и тот ров, за счет которого границу языковую назвали Грабен. Смотрите, какой ров неприступный. Никакой скалолаз не перелезет просто так. Вот. А с этой стороны, естественно, уже есть новый современный мост. Еще тут такая интересная особенность. Эта улица, по которой мы идем, на немецком языке называется Райхенгассе, что переводится как Переулок богатых. А на французском эта же улица называется Граун-Рю, что означает Большая улица. Вот такие вот тут культурные особенности Фрибура. Вот здесь, вот в самом центре исторического Фрибура, я думаю, что мы будем с вами прощаться. Спасибо, что досмотрели до самого конца. Спасибо за ваши лайки, комментарии, вопросы, подписки. Если хотите оставаться с нами, путешествовать дальше во Швейцарии, не забывайте также нажимать на колокольчики. Пока, до следующих встреч.